всем всем приветики и вы как всегда на канале Олег и Валя но в этом видео я буду сама одна принимать участие так как кто следит за нашим каналом и вообще за нами знает что Олег находится в Египте а я сейчас нахожусь в Киеве я порешала здесь дела по которым сюда приезжала и все-таки наконец-то настал тот день когда я отправляюсь в коллегу обратно в Египет дорога предстоит нелегкая с Киева в Хургаду то есть сначала я буду ехать на Кишинев в Кишинев ну вообще я забежала далеко наперёд в общем у меня забронирован трансфер за 1400 гривен это рейсовый автобус который едет с центрального автовокзала в Киево в сторону Одессы по Одесской трассе там у нас пересадка и едем мы на Кишинев стоимость говорила 1400 гривен или нет но ребята я настолько сомневаюсь что у меня будет этот трансфер что этот выезд будет или вылет так как практически большинство транс ночью замело снегом и образовались огромнейшие заторы застреют машины автобусы и до сих пор у меня выезд в пол третьего дня пол одиннадцатого утра и я до сих пор не знаю номер автобуса и будет ли он вообще но даже если будет трассы перекрыты некоторые как мы будем добираться успею ли я в аэропорт я честно говоря не знаю и сомневаюсь вообще я очень переживаю в этот раз вот эту поездку я постоянно думаю и я сомневаюсь ехать мне или все таки отменить да деньги пропадут но честно говоря здоровье и жизнь для меня важнее тем более сумма не такая большая билет на самолет стоил три с половиной тысячи гривен это меньше 100 долларов хотя бывают билеты даже по две с половиной но бывают и по пять так что я не знаю что мне делать будет ли автобус нет ни номера ничего и никакой информации нет куда он будет ехать объедет он это или нет я не знаю но в любом случае я иду собирать чемодан потому что не скоро нужно вызывать такси везу я в египет как всегда много вкусняшек кто знает или там живет те понимают что там ценится и красная рыбка и черный хлебушек и кабачковая экран так что чемодан у меня небольшой но будет полностью забиты тяжеленный плюс еще ручная кладь багаж мне нужно 23 килограмма кстати брать поэтому буду сейчас все складывать и взвешиваться ну естественно еще позавтракаю или пообеду и будем с вами выбираться отсюда чемодан меня уже практически собран а я решила все таки перед дорогой покушать естественно с тобой тоже буду брать бутербродики на на какие-то соломку перекусить что-то наподобие и сегодня да кот ходит по столу это мой стол моя плита я ему разрешаю так что не пишите фу кот на столе замороженные овощи и два лица будет омлетик такой еще сделаю себе открою мясо крыля обожаю водка маленькая креветочка конечно стоимость сейчас у него нет кордом от этого консерва можно 100 или найти а нужно даже за 70 поэтому как только где-то какая-то акция я его всегда покупаю а еще открою в баночку кабачковой икры вот такой у меня будет обедик доход и всем кто кушает приятного аппетита вот как всегда проголодался кто не видел на это наш котик прохор на 15 с половиной годиков сниматься не любит вообще слова совсем так что вот вам пожалуйста постоянно отворачиваются от камеры и на нее смотреть не желает ну а я иду собирать чемодан кстати я уже так утеплилась в теплую пижамку чемодан у меня небольшой вот если вам видно то есть вот если вам видно то есть вообще малюсенькие некоторые наверное даже такую ручную кладь с собой берут некоторые лекарства до египте здесь много лекарств но но именно вот этого нет попросили купить расческу значит бьющиеся вот типа бутылки банки если везу всегда заворачиваю в какие-то штаны да кот пришел мне помогать собираться зарядочку обязательно наберу дорога длинная а учитывая что у меня есть карта платиновая моего банка то я могу посещать лаунжи а там есть розеточки юсби выходы в общем можно подзарядиться но основная часть чемодана помимо там пару футболок с собой возьму шорты вот помимо одежды я много набирать не буду так как у меня в египте осталась одежда и довольно прилично большинство чемодана у меня займёт вкусняшки и еда вот естественно уже пару раз чемодан залазил иди покажи какой чемодан а чемодан у меня вот смотрите размером с кота не надо дереть хотя котик конечно у нас крупненькие синтезе да так что тут или код на чемодан или вкусняшки всем упаковался давайте покажу тогда уже что у холодильнике сейчас я сложу сюда только одежду продукты буду самую последнюю очередь собирать потому что там у меня и сыры и рыбка пускай это еще подольше полежит холодильнике а холодильнике много чего то что я буду брать с собой это у нас рыбка красная не замораживаю эту попробую довести так но я не думаю что она испортится коту уже сварила еду он кушает у меня курочку вареную по вечерам а утром консерва постараюсь в этот раз привезти сметану еще ни разу молочку я не возила да вы спросите что в египте нет сметаны там есть что-то подобное сметаны но очень много йогуртов а я хочу именно нашу реднесенькую сметанку так это коту еда плавленые сырки там они есть но тоже другие какие-то вот привезу твердый сыр тут я уже конечно набрал там сыр местный не вкусный а который привозной очень дорогой а здесь потихоньку по акциям я подкупила срок селедочка брала филе не брала я целую рыбу везу все в вакууме абсолютно все чтобы нигде ничего не протекло не испортилась безумные мы это в принципе не употребляем но тут захотелось именно наш майонез если делать салатик вот этот исправленный сырков и яиц творог там тоже вот аля феты что-то знаете а именно такого рассыпчатого надо еще поискать не буду вам спойлерить хотя уже практически все показала но нет не все потому что когда я прилечу вас обязательно будет ждать распаковка это я собой возьму в дорогу и тут еще разных разных мелочей полном которые тоже я буду брать мой обед готов мяско крылья омлет даже не омлета просто яйца взбитые с овощами помидорка кушаю ну и продолжаю следить за новостями пришла информация что есть уже номер моего автобуса то есть якобы все-таки рейс будет и буду вызывать одеваться и вызывать такси кормлю своего зайчика какая-то новая консерва купила попробовать рыба тунец с ананасом думала вообще не будет есть а нет видать вкусненько и так новости как видите я все в той же домашней пижаме потому что переодеваться нет смысла так как пришла информация мне на телефон за два с половиной часа до выезда я уже должна была через час такси вызывать что из-за погодных условий мой автобус отменяется честно говоря я не понимаю почему не сказать об этом утром всю ночь все утро во всех новостях говорили что трассы заметены что их разгребают что большие заторы пробки это так было понятно что но невозможно туда и будет доехать а если и возможно то с большой с большой задержкой а это значит что я опаздываю на самолет если его тоже не принесут или не отменят так что ну честно у меня нет слов и как говорится мой шок в шоке ладно это я по киеву до добираюсь я вызвала такси и в принципе через полчаса я на месте а извините люди едут с пригорода с какого-то там поселка с области они выезжают заранее за три за четыре за пять часов и тут в пути получают информацию да что автобус отменяется ну как ну честно скажу я же решила не ехать и только после этого получила информацию что рейс действительно не рейс ну автобусный рейс отменяется деньги сказала фирма в течение 14 рабочих дней вернут а вот билет на самолет который был куплен сгорает наш турагент писал в авиакомпанию которая должна была лететь но они сказали что никаких вообще форс-мажоров их это не интересует стопроцентный штраф то есть билет просто сгорел так ладно еще знаете я более-менее не дорого набрала этот билет за 3500 а билеты достигали и 5000 и 7 извините просто так это все сгорает но как-то это нечестно и сейчас получается мы начали искать билет через несколько дней и уже цены все подняли видать этот самолет люди не успели на этот рейс которым я должна лететь и все уже бронируют на следующий через несколько дней и цены существенно поднялись от 5000 начинаются даже пять сто ну и доходят уже и до семи поэтому не знаю я надеюсь что все таки на днях улечу такой вот у меня опыт в поездке естественно чемодан я разложила обратно я имею ввиду продукты вот и остаюсь на данный момент пока в киеве так что ставьте лайк поддержите меня лайком напишите комментарии как вам такая ситуация и попадали ли вы в такие ситуации вообще что с этим делать честно говоря как-то обидненько на уступки не идут или хотя бы если вы не можете вернуть деньги просто перенесите мой билет на самолет на другой рельс нет перенести тоже нельзя пока буду мерзнуть в киеве в тепло в лето в египет я сегодня и завтра вернее не попадаю к сожалению но все таки я надеюсь что я на ближайшие дни отсюда вы еду вылечу и уже скоро присоединюсь коллегу фургаде и с вами как всегда были олег и валя с таким вот печальным опытом всем пока пока Продолжение следует...